Данный обзор озвучивается FIFINE A8. Приятного просмотра! Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналя, и сегодня я делаю обзор на микрофон FIFINE A8. Микрофон попадает к вам в руки в очень симпатичной сине-фиолетовой упаковке, на которой показан сам микрофон, вариации цветов, а также цвет, который в коробке. При открытии коробочки, внутри оказываются инструкции, ну и, конечно же, под плотной защитной крышечкой сам микрофон со всеми его составляющими. Божечки, какой же он нежно-розовый! Внутри коробки нас ожидает поп-фильтр, деталь для фиксации микрофона на пантографе, шнур к микрофону вместе с липучкой, и само нежно-розовое чудо! Супер маленький микрофончик FIFINE A8 в розовом цвете, и он прям действительно нежно-розовый, да еще такой маленький! Общая высота этого микрофона на стойке выходит ровно столько же, сколько сам микрофон HyperX Quadcast. Вот это размеры! Более в коробке больше ничего не оказалось, только нижняя защита. Приступаем к подключению микрофона непросредственно к технике, в моем случае это ноутбук. Вставляем вначале поп-фильтр, это делать не обязательно, но мне нравится, как он смотрится вместе с ним. И надо сказать, я приложила очень хорошее усилие, чтобы этот поп-фильтр вставить, и также потом попытаться его вытащить. Некий диссонанс у меня вызвало подключение самого микрофона. Я привыкла, что на моем HyperX разъем находится сзади, но у FIFINE он внизу, и вам вначале нужно поднять микрофон, включить провод, потом аккуратненько опустить микрофон, зафиксировать его так, как вам удобно, и поправить провод таким образом, чтобы он не стал резко упираться в основание стойки. Также меня еще смутил тот фактор, что провод черный. Лучше бы он был белый, и тогда он сливался бы с этой нежной розовой маршмеллкой. Как только вы подключаете микрофон к ноутбуку, он сразу начинает красиво подсвечиваться. Сзади у него есть сенсорная кнопочка, ее не надо нажимать, она именно сенсорная, которая либо выключает подсветку путем нажатия, либо позволяет вам переключать режимы, а вернее цвет этой подсветки. Давайте посмотрим. У нас есть несколько градиентов, есть еще разные оттенки зеленого, синий, красный, голубенький, беленький, фиолетовый, и это уже фиолетово-розовый градиент, мой самый любимый цвет, вариация. И еще более разные градиенты, которые вы можете менять, регулировать в зависимости даже просто от вашего настроения. Дальше начались моменты проб и ошибок. Я не понимала, почему мой микрофон изначально не хотел работать. Не знаю, с чем это связано, но его изначально видел только компьютер, но при этом не записывался звук, его не видел дискорд и его не видел мавави. В настройках микрофона в системе компьютера есть только одна единственная настройка. Это два канала с 16 бит и с D-Quality. Больше никаких настроек у него нет. Ну и конечно же громкость входа. Но потом я обратила внимание, что на самом микрофоне есть еще одна кнопочка, вернее рычажок, который позволяет вам регулировать как раз таки громкость записи вашего микрофона. На верхушке микрофона имеется очень полезная сенсорная кнопка отключения и включения вашего микрофона. Очень спасает при неожиданных моментах на стриме или просто диалогах. Ну что ж, а теперь пришло время к тесту данного микрофона и его сравнению с HyperX Quadcast. Это мой голос на HyperX Quadcast. Всем привет, дорогие друзья, с вами Даналия. Это мой голос на Fifine A8. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Даналия. Вывод. Несмотря на то, что данный микрофон является бюджетным и по сравнению с HyperX стоит аж в 2, а то и в 3 раза дешевле, он прекрасен. Я безумно рада, что купила его как дополнительный микрофон для чистой озвучки видео. И мне даже показалось, что мой старенький HyperX, которому уже 4 года, как будто бы звучит хуже. Так что, браво, Fifine, очень хороший и классный микрофончик. Однозначно рекомендую к покупке в качестве первого микрофона. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете об этом нежно-розовом микрофончике, если он у вас или планируете вы его купить. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!